Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Шесть рожениц в родовом зале. Ты давно такое видела? А в поле сколько мужиков скопилось? Несмотря на ночь. Кто-то еще принесли. Бэби Бум. Плюс неуменяемый Донцов. Минус Махметьева и Лазарев. Переживем? Ага. Раньше как-то без Бахметьева и мудрям сражать. Ничего. Да, девки, вся наша старая гвардия собрана. Еще Донцов потяните. Будет полный люкс-пакет. Наташа. Алло. Да, я буду. Минучу здесь. Да, хорошо, отлично. Все, скоро. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Слушай, только что Донцов-то звонил в истерике. Ну? У его ненаглядной Асеньки вроде как бы началось. Но судя по тому, что он говорит, опять тренировочные схватки. Еле удержала его. Рвется сюда и ее привезет. Слушай, я бы вообще издала закон запретить докторам и присутствовать на родах собственных жертв. Ну, задолбает ведь и нас, и ее бедняжку. Он даже нашла бедняжку. Ну? А что, с первой женой он тоже так носился? Я тебя умоляю, его и на родах-то не было. Два парня, ты спокойненько родились без него. Ну, а что вы хотите, когда жена в два раза моложе мужа и не так запляшешь? Ну, правда же? Дуры вы, девки. То он любил как друга, как жену, как соратника. А эту любит как доченька. Ну, высекли разницу. У Дуковой полное раскрытие. А вот везет все-таки вашей Бахметьевой. У меня вон полный родзал, а у нее фанфары на конференции. Привет. Так, поехали. Хорошо. Чего с тобой? Да, Андрей Павлович, вы где? Как заболел? Подождите, ну мы ради вас туда и едем. Значит, вы доклад прочитаете. Какая гарантия, что она завтра выйдет в Москву? Знаете что, я за вас доклад читать не буду. Так что давайте завтра утром вы должны быть в Москве. Мы вас ждем. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте, вон. Ой, спасибо, Атюш. Пойдемте. У нас кошмар. Бахметьев из Балеха. Андрей Павлович? А он не едет. Они завтра вместе прилетят. И съел Лазарев подлинчен. Чем он сейчас занимается? Понятно. Да вы не расстанетесь с Ольгой. У вас вся Москва впереди. Он приедет, куда он денется. Ольга Леонидовна. Ольга Леонидовна. Ольга Леонидовна. Ольга Леонидовна. Так. Поднимаемся, продолжаем. Давай-ка, просыпаемся. Садись. О, садись. Держи. На, вытянь. А что это за плетка? Парцтамы. А у тебя что, лев�и? Нет, на это не надо. А теперь лимон. Целиком. Целиком, целиком. Скажу, руль, давай. Держи. Держи, держи. И чай. Чай с малиной. Ничто так не сбивает температуру, как витамин С. Дедовский метод? Ну, не дедовский, скорее отцовский. Зато запатентованный и многократно проверенный. А у нас в Иркуте никаких цех, кроме как в аптеке, не было. И мама меня постоянно им кормила. А папа ругался, зачем так много там леток. Ты что, родилась в Иркуте? А то. У меня даже медаль есть. Человека, рожденного за полярным кругом. Ну, вот откуда такой характер. А характер у меня мамин. Вообще, я мамина дочка. Ты чай-то пей. Вот когда второй родился, тут я и понял, что один ребенок, это еще не семья. А почему это не семья? Ну, потому что жизнь настоящего мужика с первым ребенком не сильно меняется. У матери, да. Но ты все так же суетишься, с друзьями тусишь. А когда второй родился, тут уже все, некуда деться. Тут уже совсем отец. Да. Здравствуйте. Извините, а не подскажете, кто здесь крайний? Садись, мужик. Тут все крайние. А там уже как бог решится. Владимир. Очень приятно. Вот если бы мужчины всегда на женщин такими глазами смотрели. Слушайте, ну не томите, а. Фатахов. Я. Дочка у вас родилась. Пойдем знакомиться. Владимир. Антон. Очень приятно. Простите, хотел попробовать, как температура. Да, мне кажется, мне уже лучше. Ну, что, давай-ка проверим. Держи. Я в детстве так не любила болеть, что мама все время придумывала какие-то игры, чтобы меня отвлечь. Она вообще была очень весела. У нас была одна самая-самая любимая игра. Какая? Правда или желание. Не знаю. Ну, это когда я тебя спрашиваю, правда или желание. А ты, если ты выбираешь правду, ты должен честно ответить на любой вопрос. А если ты отвечаешь желание, ну, тогда ты должен сделать то, что я скажу. Серьезно, Гра. Взросно. Что ты выбираешь? Я? Правда. Что было в твоем детстве самое-самое яркое? Зимой было очень холодно, летом было очень жарко. Волгоград, не в Иркута. Хорошо. В детстве я больше всего хотел вспомнить. Как выглядит моя мама. Она умерла, когда мне было пять лет. И запах я помнил. Лесу нет. А все фотографии отец прибрал куда-то, выбросил, чтобы не напоминал. Наверное. А потом он отправил меня в Суворовское училище. И детство кончилось. Сразу как-то. Так вот. Ты учился в Суворовском в Москве? В Твери. Ладно, давай, давай посмотрим, что с температурой. Это в семь и три можно ехать. Угу. Ничего себе. Да. Наталья Владимировна, женщина, вы стойкая. Может, действительно пронесет. Вот. Ладно, тогда я, наверное, отклоняюсь. Лечись. Чай. Четвертинка лимона. Целиком с ухожурой. Вот. А я завтра заведу и посмотрим, можно ли вас, так сказать, брать в столицу. Продолжение следует... Ну, что ты здесь, пожалуйста, Пашка, да иди ты, пожалуйста. Ну, осторожно, Божина. Скажи мне, не больно, а? Нет, ты я ногу подвернусь. Дай подсыпь. Ну, давай подсыпь. Ну, Саш, ну, Саш, ну, я же не коллег, а и рожай просто. Да, ты бы гадил, по-моему, просто о рожай. Да и гадил, ну, больно. Ступенька, осторожно. Осторожно. Слушай, иди сейчас. Ну, так. Давай. Стой, стой! Слушай, Донцов просто сволочь. Всю ночь за него тут проторчет. Ведь спасибо-то не скажет. Конечно, и я про это жила. Он всю жизнь такой был. А Маринка, первая его жена, была чудная девка. Прогарбатилась на него полжизни. В общаге, здрасте. Здрасте. Одни макароны пустые ела, детей нарожала. А как состарилась, все не нужна на помойку. Ну, ну, какую пробую? Он ей все оставил. Квартиру в центре, и дачу, и машину. Сыновьям помогает. Ну, еще бы он ничего ей не оставил. И детям не помогал. Детям-то, ну, их уже большие дети. Правильно, очень им нужны дядя или тетя. Мало уже их. Слушай, ты так заступаешься, как будто не Маринку, а тебя бросили. И, слава богу, для своего единственное и неповторимое. Тетя, тихо. Уже не будь жизни, а больше. Девочки. Тшшш. О, а вот и наша Асенька. Ну, что? Все, все, тренируемся или рожать наконец будем? Сегодня не до шуток. Да брось, командир, не донесешь. Донесю. По траву идите. Все. Миш, дожили Донцову и не до шуток. Вот так. Никаких шуток. Я серьезно пойду, посмотрю. Ой. Давай сюда. Иди сюда. Э, э, мужчина, алло, алло, алло. Куда, куда, куда? Казакова. Казакова, Казакова. Какая такая Казакова? Казакова, ну красивая, блондинка такая, с родинкой. Родинку помню. Родила? Все в порядке. Родила. Родила? Да. Девочку? Мальчика. Как мальчика? Нет, подожди. Иди сюда. Подожди, подожди, подожди. Так, узи показывала. Так, подожди. Нет. Вот, вот, все. Где? Пожалуйста, вот, мальчик. Три восемьсот. Все в порядке, поздравляю. Спасибо. УЗИ. Нашел, чему верить, УЗИ. Три УЗИ, папа, нет. Слушай, не понимаю я вас, мужиков. Все пацана хотят, а ты наследнику не рад. Да рад я, рад. У меня двое, вы и так пацанов. Не, можно? Не, 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 не. Давай, давай, давай. Пойди, пойди, посиди при баничке. При баничке посиди. Давай. Не, 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 не. Давай, не здесь. Давай в предбанник по-хорошему. Давай. Ну, давай. Сын. Сын! Сын! Вот теперь так. Теперь верю. Сын! Ну что, приступ к ностальгии? Да, немного. Чего-то у вас рядом. А, там дальше парк. Там большой пруд. Я когда маленькая была, мы там на лодках катались летом. ВДНХ. Ну почему, ВДНХ? Ну как? Ну в Москве много всяких парков. Пошли, а ты с непокрытой головой замерзешь. Что ж ты, Владимир, чем надо? Спасибо. Спасибо. Привет. Ольга Леонидовна Ольшанская, заведующая нашей лаборатории. Очень приятно. Это Юлия Алексеевича. Комогоров, да. Я, конечно, знаю. Я читала множество ваших работ. А, ну, очень приятно. Олег Ветрович, я что-то Наталью Владимировну не могу найти. Она будет с минуты на минуту, она просто летит на самолете. Просто у нее вчера вечером поднялась температура. А сегодня уже все в порядке. Она на ногах. Узнаю Наташу. Сколько я ее знаю, никогда балет не умела. Давно вы знаете? Давно, да. Двенадцать лет. Ну, я на время вас покину. Мне показалось, или в его словах было как-то больше чувства, чем просто разговоры ученицы? Мне показалось, Ольга Леонидовна. Что, уже? Ага. Сын. Сын у меня. Сын у меня родился. Сын у меня родился. Здравствуйте. Сладкий. Сладкий. Совершенно. Понятно, почему слабость. Ну, да. Ну, чувачка, потерпи. Сейчас все наладится. Наладится, охреневая. А вы как бы раньше не видели, что он плоский? У него уже биохимическая усталость. Палостная мускулатура. Ты побольше говори незнакомых слов, а то он еще недостаточно боится. Все в порядке, Евгения Евгеньевна. Я не боюсь. Я не боюсь. У меня муж анестезиолог, реаниматор, да, Саша? Если я умру, ты меня оживишь, да? Что, Саша? Ты еще будешь сто лет жить. Знаешь, как в народе говорят, женился на молодую, расплатился сполна. Она никогда не увидела его молодым, а он никогда не увидел ее старым. Слушай, ты что надумала? Ты, значит, умрешь, а я об этом со всем разбираюсь, да? Плати, похороны, бумажки всякие. Я понятия не имею, сколько это все стоит. Два сапога. Алла, что там? Ну, что-что, оболочки развожу. Так. Тихо, аккуратненько. Потерпясь. Не зла? Тихо-тихо-тихо, не зла. Давай ножку сюда. Молодец. Ага. Сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас мы все тут разведем. Запаковали ребенка в целлофаны. Давай, ныряй. Сейчас усилится схватка. Он что, амфибер, что ли? О! Развели. Я сейчас тебе эту дуранку. Ты? Ты? Я. Вызови дежурного анестезиолога. Ну, конечно. Я вообще в этом центре сам опытный анестезиолог. И пока я еще здесь. Заведующее отделение. Я никому не позволю размахивать иглами в опасной близости от спинового мозга. И... Именно что? Твои тут упруги? А мы с моей в начале беременности германия жили. Вы поняли? Как выходные, так прям порасписать. Что, Коля? Девушка у вас упала? Ой, спасибо. Что тянет? Ну, я ее в машину и в госпиталь. Пока десять штук не объедим, не успокоится. Либо у Лиджа по саморожаю. А я люблю, когда мои объедены. Да? Чего, часто бывает? Да? Пятый раз уж. Ого! В хорошей семье должно быть много идти. Егоров! На выход! Дочка у вас. О! Поздравляю! Что, знакомиться пойдем? Ну, а как же? Ну, пошли. Хотя, Аська, ну, складка закончилась. Угу. Давай, девочка, положи позу и прием. Давай на бочок. Да как? Как же ваш снегер в церминации, что ли? Нет, это как ниггер, на поверьте. Ася, ну мешаешь. Ну, что? Ася, я тебе сейчас на тата сделаю. Что тата? Что мне смешать? Ася, ну, я тебя прошу. Ребят, соберитесь. Между прочим, в Америке запретили Гекеля Берифина из-за мартфановских ниггеров. Ты садимся. Решаешь. Мишка, давай. Я-то что, что ты на меня орешь? Я-то здесь причем. Александр Анатольевич, Кашина просит срочно сделать эпидуралку. Ну, самое время, да? Ну, у нас там роженица орет так, что скоро все отделение будет рожать. Пойдем. Саша, Саша, это судьба. Иди. Давай, забери своего чашу журного ванну. Не моего, между прочим, а твоего. Это ты их здесь собирал, Голубчиков. Иди, Саша. Евгений Ефимович, да вы на него не обижаетесь. Он уже третий ночи не спит из-за моих тренировочек. Да я не обижаюсь, Ася. Просто заведенка своих ниней. А он тебя и так от жалости уже переколол. А, да. Все, дыши. Отдохни пока. Угу. Привет, небожитель. Можно? Что-то, какой-то у тебя скромный обед. Ну, у нас сегодня роды в режиме на стоп, так что одна надежда на ужин. Слушай, тогда в Альшанской это было не случайно. А, а я думала, случайность, это когда один раз, а когда два, это уже система. Руслан Евгеньевич, любовь до гроба меня мало интересует. Я просто подумала, это может быть нам продлить удовольствие. Елизарова, в чем дело? Почему? Почему, когда все работают, ты прохлаждаешься? Дина Рафаиловна, вы знаете, уезжая, Наталья Владимировна как-то забыла меня предупредить, что я теперь вам отчинаюсь. Да что вы, да. Кашу не позвать. Нет, не нужно. Я пойму. Разрешите? Руслан, ты что, серьезно? О чем? Ты что, не понимаешь? Эта фифа хочет тебя в ЗАГ затащить. Да не смейся. Потом не отвержишься. Диночка, я уже взрослый мальчик. Ну хорошо, взрослый мальчик. Только не забудь предохраняться. Таким образом, наши исследования были успешно закончены. Должен заметить, что результаты превзошли все ожидания. Сейчас наш институт ждет подтверждения финансовой поддержки. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Наш следующий докладчик. Бахметьева Наталья Владимировна, заведующая обсервацией Санкт-Петербургского государственного центра российской медицины. Здравствуйте, коллеги. Месяц назад к нам в отделение поступила женщина после автомобильной аварии на 27-й неделе беременности. У нее была зафиксирована смерть мозга. Жизненные показатели плода падали. Пашка, ты читаешь мои мысли. Спасибо большое за кофе. Пожалуйста, я тоже с нами провалюсь. Да сегодня сплошная баналь еще, будто у меня обсервация вовсе работала. Ты во сколько освобождаешься? А что? Мы с тобой в театре собирались. Ты что, забыла? Пашенька, миленький, слушай, у меня сегодня никак не получится. Ну прости, пожалуйста. А то падали. Есть монетка? Что, обокрали? Да нет. Паш, я, конечно, понимаю, что мужиков хотелка сильнее мозгов. Но не надо отрубать их окончательно. Дина Рафаэльевна, я не хочу обсуждать свою личную жизнь. А кто обсуждает? Да у нее на лбу написано, не сердечная стерка. На, будешь? Спасибо. На стройке 30 недель эксконсилиума было принято решение отключить мать от аппарата искусственного кровообращения. Пациентка волорода разрешена путем операции кислево сечения. После извлечения плода отключена от аппарата искусственного кровообращения. Новорожденный был на искусственной вентиляции легких. А, я хотела бы попросить закончить доклад моего коллегу Андрея Балча Лазарева, зав. отделения неонатологии. Спасибо. Простите. 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 Ну, рано ты ее на Рахмановку потащила. Слушай, с этой вашей педуралкой непонятно. Когда рано, когда вовремя. А дуться здесь удобней. Асик, началась? Узайла. Ты ей что, слоновью дозу вкатилась? Как же не заведующий? Перестань тесное слово. Ой, начинается! Хорошо. Спокойно. Давай, давай, тужимся. Хорошо. Давай, давай. Вниз, вниз, Асенька. Сутопай, моя хорошая! Что мы сделаем? Давай! Ну, подай, Аллах, ну! Ну, ты! Саша, меня неанатолог потом убьет за ребенка. Мне плевать на вашего ребенка. Сквальку мучаетесь! Давай, миленький! Ну, поздравляю вас, граждане родители! Девочка у вас! Ну, что, Александр Анатольевич, хочешь сам вовинку-то перелезать? Ну, куда ты пошел? Встань на место. На место, сей! Ну! На! И вот тут вторую. Вот здесь. Аллах, да? Последний обошел. Не целый. Так, Саша, давай отсюда. Все, Саша, давай. Все в следующий раз. Быстро! Забирай ребенка! Миша, Миша! Забирай! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Все, спокойно! Делаем ручное. Все, детка, все будет хорошо. Да? Ну, спасибо. Правда, я рада. Здравствуйте. Спасибо, очень рада. Встреча, пожалуйста. Спасибо, я рада. Так, просто, уничка, 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 уничка. Спасибо большое. Спасибо. Андрей Павлович, поздравляю, очень хороший доклад. Мне все понравилось. Особенно рокировка в середине. Вы так и задумывали? Да, это просто. Ну, чтобы выделиться на общем форме. А, вам удалось. Поздравляю. Наталья Владимировна, мы вот и с Андреем Павловичем говорим про ваше выступление. Поздравляю. У вас успех. Спасибо. Жалко, я пропустила финал. Что, случилось? Ничего особенного. Просто прилетела с температуры. Ну, геройство у Натальи Владимировны в крови. Я это знаю. Извините, я вас ставлю на некоторое время. Дела. Хорошо. Ну, еще увидимся, да? Рано мы тебя выпустили из постели. Нет, все нормально это. Ничего особенного. А какая сейчас секция? Да никакой сейчас секция. Сейчас идешь в гостиницу, запилаешь таблетку от вармастермоса и сплатишься. Надо же успеть оклематься до банкета. Саморядов не зовут и не простит. Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Порадуете? Нет еще. Всех раскидали. Одна ваша. Сопротивляется. Осложнение? Да нормально все. Не волнуйтесь. Довы-то хоть были? Да был я уже. Два раза ездил. Но я ведь сутки уже здесь. То это нормально, когда первый ребенок? У вас же первый. Это у нее первый. У меня уже двое. Ух ты. Ну ты и прыткий. Да я не планировал. Случайный секс. Залет. Потом жених был двадцать. Я знал, что плохая идея, но... Чувства долгие иногда. Очень хорошие чувства. А потом что? Полюбили жену или смирились? Да и потом уйти решился. Она опять забеременела. Потом я влюбился. Впервые. И не в нее. Я оставлю двоих детишек. Не, я не осуждаю, я констатирую. Не. Я им квартиру оставил. Детей каждый день в школу вожу. Делаю, что могу. Все, отмучилась? Девочка у вас. Тьфу ты, так и говори. Так и говорю. Проводите его? Пойдемте, расположу. Вы ее извините, она в плане человеческих отношений была дурой. Я уже еду. Пойдемте, все хорошо. А я знаю, как тебя разбудить. Не волнуйтесь, все нормально. Гемододинамика в порядке. Пронесла. Та-та-та-та. О! Ну что, с дочкой тебе? Тара, ты черт. Иди уже, отдыхай. Напейся на радость. Обижаете Александра Анатольевна. Я здесь буду неотлучно. Сейчас мы ее перевожим на кушеточку. Сашечка, я сама лично простою над твоей Аськой три часа. И каждые две минуты буду заглядывать туда, куда нужно. Иди ради бога. Так что ни один эритроцитик. А Светик, собственно, лучше палочкой будет размазывать время свертывания. Да, Светик? Конечно. Честное слово, Александр Анатольевич. Девчонки, слушайте, я... Я вам так благодарен. Саша... Саша... Иди уже. Имя дочки придумывай. Давай, Саша, дам. Сейчас спать. Ну, пока, счастливо. Да нет, я... Ну, это было неожиданно, конечно. Спасибо. Ну, ладно. Ольга Леонидовна, сказать, что ваш лепитель на это не сказать ничего. Тогда, Андрей Павлович? Да, бесспорно. Вы тут не скучаете? А уже нет. К тому же еще не все собрались. А что Наталья Владимировна, где она, надеясь, не разболела? Да нет, обещала быть. Грудь, ничего страшного. Банальные отрасли бы. А я думала, он токсикоз. Ну что, женщина, ну такое случается? Женщина, ну случается, да. Нам-то не знать. Прийти в женскую консультацию, уж извините, прийти вовремя. Но многие просто боятся врачей. Ну вот и вы. Извините, я не буду... Почитайте. Замечательный доклад Наталья Владимировна. Просто блестящий. Это все, Андрей Павлович? Но главное, что все было на должном уровне. Как вы себя чувствуете? Спасибо, лучше. Бокал вина? Я, пожалуй, выдержусь. А что там? Просто я на таблетках. Олег Ильич, можно тебе на минуточку пошушу к отцу? Да, конечно. Очень жаль Наталья Владимировна, что вы упустили все самое интересное. Знаете, Ольга Леонидовна, я привыкла думать, что все самое интересное им всегда впереди. Очень оптимистично. А вы будете не против, если я Андрея Павловича украду неодолго? Мне кажется, об этом лучше спросить у Андрея Павловича. Андрей Павлович. Пойдем. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok Солнышко. Солнышко. Прости, пожалуйста, своего старого, глупого бабу. Я знаю, что я сказал тогда. Я не хотел. Я не помню зла. Я просто очень люблю твою маму. Очень. Александр Анатольевич, почему вы на коленях? Я искал здесь этот... Искал. А, вы что-то... Давайте я найду. Надя, не бери в голову. Слушай, принеси, пожалуйста, там нету неанатальную историю о новорожденной девице Донцовой. Хорошо. Спасибо. Сейчас. Спасибо. Девочка. Ты меня, Юр, прости, но мы с тобой не помещены. А она не крепостная. Что значит, вернем ее обратно в Москву? Махметьева отлично освоила в своем центре. В чем? В твоем? А вот говоришь, не помещенном. Между прочим, твой центр, Олег Викторович, это государственное учреждение по отчетному Минздраву. И знаешь что, усложнить тебе жизнь мне не составит никакого труда. А я верю. Так ты подумай. Все взвесь. И не руби с плеча. И прикинь, стоит ли подвергать такому серьезному риску дело всей твоей жизни? Я пойду, Юрий Алексеевич. Подумаю. Не смею вас задерживать, Олег Викторович. Назарь-то ваш помолец. Я ему передам. Хорошо. Я бы злобовать утомил. Что? Извините, Наталья Владимировна. Позвольте мне ненадолучку завладеть вашим вниманием. Я столько ошибок понаделала в последнее время. Этот день рождения дурацкий. Прости меня, пожалуйста. Андрюш, я... Я хочу, чтобы все было как раньше. Уже хорошо было раньше. Да. Было. И... Я очень благодарен тебе за эти два года. Но... Я больше не могу держать тебя возле себя. Ты бесчестный по отношению к тебе. Почему бесчестный? Ты ведь честный со мной. Оля, давай... Давай не будем играть в эти игры. Ты... Да мы оба прекрасно знаем, что я тебе нужен не по выходным, не на два часа, а на всю жизнь и целиком весь. Главное, чтобы знаем, что это невозможно. Я хочу быть с тобой. Оля... Ты достойна нормального, человеческого счастья. Все. Прости. Подожди. Подожди. Этотife. Хе! Наташка, ты правда беременна? Да, Юрий Алексеевич. А почему не говори? А что вы это изменили? Слушай, ну давай без феминизма потом. Ну, хотя, если хочешь, ты имеешь на это дело. Хорошо. Ну, последнее так, я поеду домой, я вложу все с женой, все там закончу, приеду к тебе. Идем искать квартиру. И заживем долго и счастливо? Да. Я очень это надеюсь. Идем искать квартиру. Как себя чувствуешь? Прекрасно. Температура даже не посмела подняться. Он никогда не говорил, что ты хороший профессор. Правда, Юрий? Жаль. Давай сбежим. Покажи нам на вас. А чего это вы вдруг одна? Ольга Леонидовна. А это не вдруг, Олег Викторович. Это мое нормальное состояние. Перманентное последнее время. Ольга Леонидовна. Знаете, какое у меня главное умение? Не подать виду. Подать виду, что мне хочется выть. голос каждый день. Голос каждый день. Голос каждый день. Здрасьте. 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 Молодец. Так, не туго. Порядок. Ну что? Ой, ну, устал, надо посидеть. Мужчина! Мужчина, вы живы? Поехали. Поехали. Здравствуйте. Будьте связаны, при каком номере остановилась Махмедия Наталья Владимировна? В триста четырнадцатом. Спасибо. Но она пока не возвращалась. Вы уверены? Абсолютно. Ключ на месте. Ага. А Лазарев Андрей Павлович? У него триста двадцатый. Но он тоже пока где-то гуляет. Ага. Спасибо. Ну что? Понравилось? Еще бы я на коньках не стояла. Лет двадцать. Я здесь жила лет с одиннадцати. Да, мы переехали, когда мне было одиннадцать. В смысле, из севера? Из Воркопы. Ха-ха. Точно. А зачем? Мне сначала не говорили, а уже потом я узнала, что мама приехала лечиться. Холодно здесь. Поздно, что пойдем. Пойдем. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok